Здравствуйте дорогие друзья! Это видео я снимаю по изготовлению сухопарника и барбардера для моего самодельного самогонного аппарата, который мне достался, как говорится, по наследству. Для изготовления одного сухопарника и двух барбардеров мне надо три банки. К сожалению, немножко разных размеров. Две у меня литровые и одна полтора литровая. Ее потом я тоже заменю на литровую. Но смысл будет тот же. Силиконовый герметик, три крышки закручивающиеся, шесть штуцерков, шесть шайб и шесть силиконовых прокладок. Штуцер одна вторая. Этот диаметр 20 мм. Диаметр штуцера вроде бы 12, насколько я помню. Далее ключ. Перо для нарезки или изготовления отверстий в дереве, по дереву. 20 диаметра, так как 20 диаметр штуцера нашего, именно винтовой части. Карандашик, шланг, дрель тоже нужна или шуруповерт. Ну и в принципе на данный момент все. Возможно нам понадобится еще пассатижи. Так, лишнее убираем со стола. Но пока что оставляем чисто для изготовления одной единицы. Поначалу, начальный этап изготовления, что барбадера, что сухопарника, будет полностью одинаковый. Поэтому один пример общий для всех. Нам понадобится крышка, в которой мы установим два штуцера. Кстати, штуцеры я взял латунные. Конечно, на форумах и везде советуют стальные, точнее не стальные, а из нержавеющей стали. Даже пищевой лучше. Но найти их нереально, где-то под заказ изготавливать я не знаю где. Поэтому взял латунные. Взаимодействия практически никакого с этим, со спиртом, с парами. Единственное, может окисляться. За счет того, что пары спирта будут попадать на стенки штуцера. И он контактирует. И вредные вещества будут окисляться на стенках, осаживаться. С одной стороны, это плюс, так как мы уменьшаем поступление вредных веществ в наш спирт, итоговый продукт. Но с другой стороны, небольшая проблема после каждой перегонки. Их желательно ершиком или чем-то чистить внутри. В принципе, это не то, что минус. Может быть и небольшой плюс. К тому как. Берем крышку. И нам надо установить два штуцера. Приблизительно таким образом. Для начала сверления мы отметим отверстие, где у нас будет производиться сверление. Обвожу аккуратно карандашиком. Один след практически не виден. Еле-еле заметен. Можно чем-то выцарапать. На видео, возможно, оно не видно. Но смысл тот же. По центру, на глаз ставлю точки, отметки. Не принципиально. Если немножко промахнулся на миллиметр два, ничего страшного не будет. Далее я делаю отметку, где наше будет сверло. Вот это, конечно, плоховато, что я проткнул его. Это будет помягче делать. Сверление будем производить ни в коем случае не с этой стороны. Перевернутое так. И сверлить только на деревяшке. Вот у меня уже есть один неудачный опыт. Уточнение, этот. Этот еще более-менее. Вот. Вот сверление, когда я производил на деревяшке таким образом. Это сверление, когда я подключался и так сверлил. Порвало полностью крышку. Поэтому ее можно смело выкидывать. Так. Далее берем нашу дрель. Вставляем сверло. И начинаем сверлить. Мы видим, что у нас с этой стороны образовались ямки. С той стороны ямки, с этой стороны выпуклости. Наставляем. Очень сильно держим крышку. Фиксируем. Стараемся. Может есть возможность чем-то ее зафиксировать. Но держим со всех силы. И начинаем сверление. Сверлить плавно, без сильного надавливания. Потому что будут проблемы. Так. Кто-то поставил. Слабо взялся. Получше возьмемся. В принципе, сверлить не так уж тяжело. Все очень просто. Вот у нас получилось красивое ровное отверстие. Для нашей дальнейшей работы. Единственное еще, что я посоветую. Вот у меня два отверстия, если видно. Здесь получилось красивое. Здесь немножко неровное порванное. Это случилось из-за того, что я наставил крышку на старое отверстие. Второй совет при сверлении. Каждое новое отверстие сверлить на чистом месте. Здесь, конечно, я совершил небольшую ошибку. Надеюсь, она мне не помешает. Опять перекручиваю надбойный молоток. Ну все, не спеша. У нас получаются два ровных красивых отверстия. Входит плотничком, потому что все-таки здесь 21 мм. Он двадцатку делает. Но вкручиваем как по резьбе почти. И у нас все фиксируется на место. Да, кстати, забыл предупредить. Также небольшой бы надфилечек, напильничек. Чтобы спилить заусенцы на нашей крышке. Ну, я думаю, это не столь важно. Так как при сжатии, я думаю, все это исправится. Все. Далее берем силиконовый герметик. И вскрываем его. Так. Так, наносим герметик с этой стороны полностью по кругу. Мало отверстий сделал, чуть-чуть увеличу. Сильно много тоже не надо, чтобы выпирало. С другой стороны лучше больше, чем меньше. У нас получится где-то отверстие и будет уходить драгоценный пар. Все нанесли. Вставляем в отверстие. С обратной стороны надеваем силиконовую прокладку. И стягиваем это все дело гайкой. Зажали немного рукой. Остальное усилие будем делать ключом. Прокручивается. К сожалению, здесь вроде бы на 27 ключ. У меня его нет. Будем пробовать старым методом ассатижи и ключа. Уже передавил. Видим, прокладка вылезла. Это очень плохо. Поэтому придется отпустить. Поправить прокладку. И заново зажать. Ну да, как всегда. И все сразу получается. В принципе, я думаю, больше усилия не надо прикладывать. После того, как сейчас я установлю второй штуцер, я немножко силикона добавлю, чтобы обойти по кругу и заполнить щели, где будет силикон при пережатии. Все, таким же образом устанавливаем второй штуцер. Продолжение следует. хорошо плотненько сидит в сторону немножко по кругу проходим силиконом так все вот готова у нас одна крышка без разницы сухопарник или барбатер мы будем еще наращивать все теперь таким же образом изготавливаем остальные крышки для чтобы у нас получилось одинаковые и вот три крышки со штуцерами пара им видео снимать не буду так как одно и то же будет готовый результат потом покажу ну вот как видите я изготовил три крышки обработал по кругу силиконом еще прикрутил такие стали увесистые и далее мы будем изготавливать в одном случае барбардер во втором случае сухопарник для этого я буду использовать такие вот трубочки к сожалению они что-то не выравниваются но их надо немножко нагреть и они вы выравниваются силиконовые трубки ставится в банку это будет у нас допустим барбадер трубку я вырезал заранее по длине чтобы она вставилась но не касалась на вроде бы должна быть она по диаметру получилось что она подходит в это отверстие если немножко придавить и сдавите то она ставится почти у нас должна вставиться в это отверстие так эта трубка вроде у меня на 16 что я пробовал было проще она попробуем в другое отверстие по идее какая разница вот вставил зацепилась не может опять же ее можно заранее нагреть чтобы она становилась хорошенечко ну вот я и вставил теперь я запихиваю до конца чтобы она стояла жестко единственный минус что она криво идет в принципе если повернуть во внутреннюю сторону и вставить в банку ну вот видим что упираемся в дно это не надо заранее вырезал когда она была вот в таком положении все закрыто герметично видим касается дна что в принципе это плоховато можно немножко подрезать так повернем повернем я в центр все равно чуть-чуть касается дна мы видим что воздух будет выходить перед перед перегонкой мы нальем в куб немножко водички и с помощью своего же пара она будет кипятиться туда поступать спирт и опять испаряться ну вот если вам видно у нас есть зазор пол сантиметра все барбадер готов теперь делаем сухопарник таким же способом только разница в сухопарнике что трубка наша не касается дна практически не так как барбадере а будет совсем коротенькая я даже не знаю сколько делать грамотно как говорится делаем на глаз если будет плохо себя вести потом можно отрезать или длиннее или короче так выбираем любой из крышек и вставляем ее сюда все до конца все ее вставили смысл ее короче в этот штуцер будет поступать у нас парк из самогодного аппарата и поступать через трубочку заполнять емкость остатки точнее тяжелые примеси всеушные масла будут отседать на стенке стекать более чистый спирт будет выходить через этот штуцер делаем его короче чтобы пар успел немножко насыщать емкость а не сразу же напрямую как в данном случае выходил отсюда и попадал в следующий штуцер и переходил в барбадера как бы небольшое удлинение нам дает немножко осесть по стенкам пару все имеем сухопарник барбадер ну и следующую трубку я уже вырезать не буду это будет такой же барбадер не вырезаю потому что это полтора литровая банка мне нужна литровая такого же типа я уже подлиннее отрежу будет точь-в-точь как это далее с помощью трубки мы будем их соединять между собой превращая в такую вот систему перегонки нашего спирта трубочка тоже силиконовая если здесь диаметр 12 я взял десяточку чтобы заходила очень плотненько смысл понятен как она будет происходить пока отрезать не хочу хочу поставить самогонный аппарат эти банки и посмотреть какой длины они мне необходимы поэтому в следующем видео я покажу все в сборе и кстати первое свою перегонку я буду делать с обычной водой с под крана так как куб уже лежит неизвестно сколько лет где то есть силикон где то есть заводская грязь пыль вот это все точнее не грязь а заводская смазка ее надо удалить при первой перегонке если мы будем брать самогон все вот эти вредные вещества попадут в наш конечный продукт что нам очень даже не надо поэтому первый экспериментальный перегон будет производить производиться с обычной водой на выходе у нас должна получиться дисцилированная все всем спасибо за просмотр смотрите дальнейшие мои видео все